Улица Карла Маркса. Здесь бригада работает на участке, который соединяет проспекты Победы и Дереглазово. Трудятся круглые сутки. Днем ремонтируют тротуары и устанавливают бордюры. Ночью укладывают асфальт. Кстати, помимо нашей съемочной группы, за процессом следят специалисты из Поднебесной, ведь скоро именно их технику будут использовать в работе курские подрядчики. Это приехали к нам коллеги из Китая, приехали набраться, посмотреть, как мы работаем. То есть в Китае как бы чуть по-другому процесс происходит. Поглядеть наши технологии и как бы перестроить технику под наш рынок. На объекте трудились 10 человек, а также 4 единицы техники. Подрядчики поделились, во время проведения работ никаких сложностей не возникло. На данной этапе работ мы произвели фрезерование дорожного покрытия, это 15 734 метров квадратных. Уложили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси типа СП-16, порядка 2204 тонны. На данном этапе сейчас работ приступили к верхнему слою асфальтобетонного покрытия. Это тоже марка асфальтобетона типа СП-16 толщиной 5 сантиметров. Улица 50 лет Октября. Еще один объект, на котором подрядчик работает ночью. Здесь уже вовсю снимают старое асфальтобетонное покрытие. Фрезерование это производится для выравнивания асфальтной поверхности, чтобы укладка укладывала равномерно, ровно, укладывал поверхностный слой, чтобы водители ехали ровненько, все, не качало, не болтало. Кстати, из всех участков, которые ремонтируют в этом году в Курске, улица 50 лет Октября, пожалуй, самая длинная. Протяженность объекта более 4 километров, а площадь превышает 107 тысяч квадратных метров. Я бы хотел обратиться к автомобилистам, чтобы где производятся дорожные работы, то есть в данном случае фрезерование, по возможности убирали бы на ночь машину, или днем там фрезеровка происходит, или ночью. То есть убирали машину на этих участках. Этот участок обновляют благодаря национальному проекту БКД. Всего же в его рамках в Курске приведут нормативное состояние более 42 километров асфальтового полотна. Егор Горожанкин, Сергей Малеев, События дня.